Так, здравствуйте, девчата. Так, попытаюсь установить телефон. Так, вроде бы все. Вот так мы сделаем сейчас. Я вот так повыше подниму. Так, пока к нам подключаются. Пока к нам подключаются. Рада приветствовать вас, девчат. Сегодня у нас четверг. Как всегда, мы выходим в прямой эфир. Вот, надеюсь, что нас слышно и видно. Я вам тут вот такие вот вариантики подготовила. Здравствуйте, вот. Замечательно. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Наталья. Да, здравствуйте, Танюша. Короче, мы с вами встречаемся по поводу в четверг, да, по поводу дизайнов, да, которые мы будем делать с вами. И сегодня мы с вами поговорим о том, что вышел новый набор, значит, декораций. Вот такой вот интересный набор. Очень загадочный, очень какой-то мистический. Вот. И вот этот вот пакетик. Так, вот это просто пакет. Видите, впервые у нас вышел такой набор, знаете, без всяких гель-лаков, без ничего. Вот, значит, там целая пачка всяких декораций. Ну, я думаю, что уже видели, да, те, кто следят за творчеством Екатерины Николаевны Мирошниченко, уже видели, наверное, несколько прямых эфиров именно с декорациями из вот этого замечательного, такого загадочного пакетика. Вот. Ну, обо всем по порядку. Значит, меня зовут Наталья Коклюгина. Я живу в Ростове-на-Дону, работаю в школе Екатерина Николаевна Мирошниченко уже много-много лет. Вот. И вот, значит, не устаю говорить о том, что когда выходят у компании Эми новые какие-то материалы, новые какие-то гель-лаки, новые какие-то декорации и так далее, значит, компания сразу же предлагает вам готовые какие-то варианты к этому. Ну, и плюс вот эти всякие прямые эфиры, ко вторых, можно что-нибудь посмотреть, там, уловить и так далее. Так, ну, поговорим именно сегодня о наборе. Вот, значит, смотрите, я ничего не рисовала от руки, я их просто сделала, эти дизайны, с помощью декораций, которые находятся там внутри этого пакета. Если честно, хотелось больше сделать, что-то отвлеклась, начала что-то так, знаете, увлеклась, значит, вот личностью товарища, который называется вот этот вот господин Александр Маквин, видите, вот Маквин, да, значит, набор для декораций. Значит, этот набор был сделан Екатерина Николаевна и по мотивам, значит, Александра Маквина. Что такое Александр, кто такой Александр Маквин, да? И я, короче, вчера что-то села, начала читать, я даже вам такую небольшую, как бы, чтобы вы понимали, что это, откуда и как, значит, с чем это есть, скажем так. Вот, значит, понятно, что тут такое ужасное присутствует и прекрасное в то же время, но на самом деле все это можно сделать в разном цвете, убрать, оставить только бабочек, черепа убрать, для любителей черепов и черепа оставить, да, тут вот, например, жуки, здесь просто бабочки, вот видите, вот такие вот варианты. Итак, значит, хотела сделать побольше вариантов. Значит, я тут пыталась прочитать, пишут нам девчата. Так, если какие-то вопросы будут, вы, конечно, пишите. так, значит, в этот раз не стали переделывать имя дизайнера. Ну, вот, Ирин, мне нечего вам на это ответить, правда, есть автор всего этого, то есть, как бы, и вот она как бы сделала вот такой вот вариант декорации. Значит, ну, не буду долго томить, давайте мы сюда, я уже, естественно, у меня уже вскрытый пакет, потому что я уже взяла дело из этих декораций варианта дизайна. Так, вот такой пакетик плотненький, красивенький. Так, ну, и что сюда вошло? Сюда вошли, девчат, конечно, огромное количество слайдеров, то, что размачивается в воде и переводится на поверхность ногтевой пластины. Значит, здесь у нас бабочки всевозможные, жуки, бабочки с камушками, цветочки, цепочки, вот, большое количество бабочек разнообразных, вот, и вот такие бабочки, когда можно просто, они беленькие, кстати, цвет плотный, они, вот, то, что вы думаете, вот полупрозрачные, нет, они плотные. Я очень довольна покупкой этого бокса. Так, замечательно, вот такие вот черепушечки, есть любители, когда у них на ногтях черепушки, цепочки, вот такой вот интересный какой-то рептилоидный, змеиный принт, да, сейчас я все это вам покажу, я нашла кучу фотографий с такой вот одеждой, которую, значит, модельер, да, Маквин выпускал. Так, это тоже у нас такой рептилоидный, получелек, полурептилия, паутины, бабочки, черепа, цепочки, с цветочками всякие разные обозначения, так, и вот такое большое количество бабочек на черном фоне. Значит, всего, всего, по-моему, 10 штук вот таких вот больших, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, вот таких 10 слайдеров и вот таких вот риналкруста, которые идут с камушками. Значит, хочу сразу сказать, что, например, вот я, ну, не очень сильно разбираюсь в моде, и я хочу честно признаться, я совершенно в ней не разбираюсь, вот, поэтому, конечно, для меня было сложно вот этот вот сочетание красивых таких вот, ну, Александр, Маквин, интересно, я, конечно же, залезла в интернет и, конечно же, про него почитала. Так, я забыла, что в набор еще входит вот такой вот мини-бук, и это очень круто и очень здорово, и здесь очень много вариантов дизайнов, то есть, есть книжечка, вот, кстати, да, такие платьишки получелек, полурептилия, это любит показывать, Маквин, как оказалось, я прочитала, вот, и здесь очень много вариантов вот таких вот, видите, уже готовых типсиков, которые можно просто взять и повторить. Я попыталась сделать такие типсики, которых здесь нету, то есть, ну, немножечко поглумилась и покатала, вот, вот, всякие такие разные варианты там добавила, и немножко стемпинга посовмещала тут, тут есть, конечно, черепа и бабочки, ну, куда ты выпрыгнешь, если тут черепа и бабочки, поэтому я, конечно, попыталась сделать варианты дизайна, которых там нету. Так, есть много вариантов дизайна, которые можно сделать. Здесь есть мастер-класс, первое покрываем, второе там просушиваем, третье приклеиваем, четвертое покрываем, то есть, здесь очень все подробно написано, мастер-класс, даже если, например, человек никогда не делал дизайны с объемными какими-то слайдерами или просто со слайдерами, или не сочетал целую кучу всяких декораций, считаю, здесь можно разобраться очень подробно, очень здорово. Технологи работают замечательно. Вообще все понятно. Вот еще вариант. Кстати, да, такие вот сразу бабочки, черепа. То, что было очень хорошо, ярко представлено в творчестве господина Маквина. Вот, очередной мастер-класс. Очередные ногти, как это могло бы выглядеть на ногтях. Не знаю, конечно, для меня черепа это, ну, как бы, мне нравится, ну, что-то делать прикольно, там, нарисовать его, там, как-то оформить. На своих руках, конечно, я себе не представляю, но и тем не менее, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому кому-то нравится, кому-то нет. Значит, если вдруг, прочитав текст в книжке, вам непонятно, как сделать, можно, например, взять, навести умную камеру. Давайте я сейчас возьму свой телефон. Просто ради интереса, чтобы вы понимали, что это у нас такое. Так, секундочку. Так, возьму старый телефон, сейчас я... А тут вот этот разрядился, подзависло. Так, давайте, где там он... Оп. Переходим по ссылке. И вы видите мастер-класс, да, на ютюбе, то есть он вас переводит на ютюб, и вы видите мастер-класс, как это все делать. Очень легко работать с этим совсем. Сейчас все продвинутые, сейчас все умные. Вот. Так. То есть, как бы, вы видите мастер-класс, да, то есть, как бы, ничего такого сверху... Никакого у этого, знаете, Сулеймана, все по-честному, без обмана. Здорово, потому что, если, например, кто-то не знает, как делать, какую последовательность сделать, что на что закрепить, что чем закрепить, это получается очень здорово, как бы, знаете, не полениться посмотреть, и получается здорово. Причем, видите, тут подробно, что за какую, в какую очередь, и куда наносится, и как это все дело просушивается. Так, ну, это то, что мы видим в этот, скажите, в мини-буке, да, который... Лук-бук. Лук-бук вот так обзывается. И еще вариант, видите, тут то же самое, наводите умную камеру, и вот эти вот варианты здесь тоже будут как мастер-класс. Вот, значит, убираю, и вот сейчас опять верну на камеру телефон свой. Я вчера посидела, посмотрела, поискала варианты показа. Сейчас, секундочку, девчат, тут чуть-чуть личного, чуть-чуть море, чуть-чуть Сочи, чуть-чуть Иркутск. Так, сейчас, секундочку, прямой эфир. Ага. И вот смотрите, что я нашла в интернете. Ну, первое, что мне вывалилось, это вот это платье. Ну, чудо-чудное, диво-дивное. Если честно, я даже как бы вот ни разу мне в глаза и не кидалась. Я уверена, что, не знаю, ну, девчат, я ни в коем случае не хочу сказать, что там все разбираются в моде, одна я, нет. Я думаю, что половина точно так же, как и я, обыкновенный мастер. То есть, как бы ничего сверхъестественного такого не знаю. Вот, поэтому, конечно, я ищу в интернете какие-то варианты, когда делаю прямые эфиры, там, допустим, конечно, какие-то варианты, куда-то пытаюсь равняться. И вот вчера сидела, думаю, что бы такого сделать? И вот этот вот вариант мне сразу почему-то попался в глаза. Видите, вот это платье такое интересное. Ну, и естественно, я вспомнила о том, что есть вот такие вот декорации с бабочками. Причем цвет гель-лака, который вышел совершенно недавно, 420, ой, простите, 462-й, рыженький. Вот. И он полностью соответствует платью, пожалуйста, от господина Маквина. И плюс декорации, которые из бокса. Но ведь мы же можем с вами сделать это абсолютно на любом цвете, да? Не обязательно придерживаться. Тем более, что мы видели, что бабочки вообще есть любого цвета. А идея остается. Спасибо господину Маквину. Но, значит, можно, ведь, например, сделать в каком-то голубом цвете голубые-синие бабочки прикрепить, в каком-то розовом или красном красные бабочки прикрепить. И получается, в принципе, нормально. И вот я как бы с этой идеей, так вот тут вот, Танюш просит поближе. Я вот так сделаю. Сейчас нарисую. Вернее, даже ничего рисовать не будем. То есть вот такое вот, видите, платье от Маквина, видите, замечательно. Ну и, естественно, знаете, как бы уже сидела, ковырялась, ковырялась и нашла целую кучу вариантов на тему именно бабочек. Смотрите. Какой-то светлый фон и просто накидать на ноготь бабочек. То есть мы же можем представить себе, что это не девушка, а это просто ноготь, да? Квадратная форма или овальная форма. И вот они бабочки, да? И как раз-таки слайдеры очень нам помогут. Смотрите, какая барышня. Это уже не Маквин, девчат. Это я просто наковыряла варианты из интернета. Вот варианты с бабочками. Вот так, сейчас еще с бабочками вот сюда придем. Смотрите. Например, полноготочка телесного цвета, вот так, да? Полноготочка черного плюс какая-нибудь яркая, красивая бабочка. Одна, причем расположенная по диагонали. Мы можем все это превратить именно в дизайн. Так, еще вот этот вариант. Это Маквин. Это Маквин. И смотрите, такое интересное платье. И если мы присмотримся, то это все жуки, 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 жуки. Смотрите, вот. Ну, где бы так показать? Просто отсвечивает. Смотрите, видите жуки? То есть на каком-то прозрачном, полупрозрачном материале, пусть это будет какой-то фатин черного цвета, вот такие вот жуки. И оп, вот они, видите? Ну, не самая пристойная часть, но ножки красивые же. И прозрачная тканюшечка, и жуки, жуки. И я вот как бы сделала полупрозрачный черный фон, видите? И прикрепила слайдеры с жуками. И получается очень даже прикольно. Видно? То есть я просто... Татьяна, да, пишут, все напишут девчонки. Сейчас я прочитаю. Так. В этот раз не стали. Так, это я прочитала. У вас очень красиво получилось. Спасибо, девчата. У вас интересный этого бокса. Наташечка, покажите, пожалуйста, еще раз одранжевые. Танюша уже показала. Это платье было на актрисе голодных играх. Вон, видите, вот, Ирина, я, например, вот, если честно, не очень сильно слежу, как там, кто был одет. Всем привет, всем привет. Все. Ну, я пытаюсь вам донести просто, вот, например, вот надо было мне что-то такое придумать, и я вот так бы открыла, и поняла, что вот очень даже подойдет сюда. Так. А еще интересная тема. Сейчас я вам покажу. Вот эти все черепа и бабочки, то, что любил господин Маквин. Секунду. Вот. Смотрите, какая интересная идея мне попалась. Ну, черепа бабочки, да? Черепа бабочки. Мистический, конечно, он товарищ. Черепа бабочки. Череп – это такое что-то ужасное, а бабочки – это что-то такое прекрасное. Это, в принципе, как, знаете, ну, как и все в нашем мире. Белое и черное, да? Доброе и злое. Череп и цветочки с бабочками, да? Вроде бы нет жизни, но тут же жизнь уже опять есть. Смотрите, как прикольно. И если мы с вами возьмем, например, какой-то светлый фон. Какой-то светлый фон. Видите, мелкий текст написан. И отпечатаем с помощью стемпинга какой-нибудь мелкий шрифт. Видите, вот на заднем плане мелкий шрифт с помощью техники стемпинг. Вот на заднем плане. Вот. А потом черепушечка и как раз таки бабочки. И как раз это все у нас есть вот в этом боксе. Смотрите, какие забавные они вообще. Мне так понравилось. Или даже вот. Вот. Видите? Так, сюда вот так. Смотрите, получается, как грудная клетка, да? И бабочки. Пустота. Можно еще сюда вот так вот сердечко красненькое вставить. Смотрите. И как раз таки на декорациях Екатерина Николаевна, конечно же, вспомнила и про эту фигуру красивой речи. Видите? Вот это сердечко в виде вот такой вот грудной клеточки с бабочками. Ну, короче, времечко идет. Я просто хотела вам показать, откуда я это все взяла, чтобы было понятно. А то, мне кажется, знаете, такой, ну, кроме вот этого самого простого варианта, все остальное так немножко как бы кажется, что у меня что-то с головой. Но на самом деле, на самом деле, те, кто не любят делать, никогда в жизни не сделают. Те, кто любят делать, конечно же, сделают. Вот. И поэтому значит, ну, спасибо значит, господину Маквину. Значит, кто такой вообще этот господин Маквин, да? Это идеи которого взяла Екатерина Николаевна в работу. Вот такой мистический товарищ. Значит, это британский дизайнер. Ну, так, знаете, так, чисто, чтобы знать. Если вдруг вам кто-нибудь скажет, а вы знаете, кто такой Александр Маквин? Вот. А вы такие, конечно, знаю. Это британский дизайнер модной одежды. Командор ордена британской империи. Четырежды признавался лучшим британским модельером года. К сожалению, девчат, его нет уже, конечно, в живых. Своё творчество он закончил очень рано. Он умер в 40 лет. Я прочитала, да. Одежду, которую создавал, это шедевр, шедевр авангарда. Он пытался донести до любой, для людей свои переживания, мысли, чувства, показать, что мир бывает разным. И красота может скрываться даже в чём-то отталкивающем. Ну, это мы видим с вами, как бы, рядом, да, черепа, бабочки, черепа, цветочки, там, и так далее. Он пытался показать, значит, в своих, значит, ну, в моделях, которые он создавал, да, то есть красоту вот в этих вот именно сопоставляя вот этот вот ужасный мир, да, и прекрасный мир. Вот. Значит, что ещё он показывал своими, значит, моделями? Он в моделях видел полулюдей, полурептилий, которые могут жить как на земле, так и на суше. Он мистический, конечно, товарищ, да, мистика, конечно, опережает, как бы не сказать больше, но мы ничего плохого говорить не будем. Одежду украшали замысловатые змеиные принты, узоры из крыльев, бабочек. И вот как раз-таки сейчас, да, мы можем опять с вами вот сюда заглянуть. Так, у меня телефончик, да, упал. Я тут пока это... Давайте сюда вернёмся, и я вам покажу, что я имела в виду. Полугрептилий, полулюди. Вот, смотрите. Змеиный, да, какой-то вариант. Это бабочки. Так, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, видите, вот его платье. Это его показ. Полурептилий, полулюди, полулюди, которые могут жить как на суше, так и на земле. Так, с бабочками мы смотрели с вами уже. Так. Кстати, я нашла не только у Маквина с жуками. Смотрите, тоже на полупрозрачном каком-то фатине. Видите, тоже жуки золотые. И, кстати, как раз-таки, да, опять же, смотрите, вот они. Прикольно вообще. То есть можно полупрозрачный чёрный фон сделать, и получается очень даже красиво. Так. Ну и что ещё можно сказать? Черепа, да? Черепа. Мотив черепа Александра Маквина является центральным элементом ДНК бренда, который регулярно встречается в украшениях. То есть его вот эти черепушечки часто встречаются во всяких аксессуарчиках и подсознательно скрывается в почерке коллекции во всех категориях. То есть как бы прекрасное, ужасное у него всё время рядом. Так. Ну что? Давайте мы хоть немножко про Маквина поговорили. Ну, на самом деле, как бы, я уверена, если вы придёте и скажете, клиент придёт, скажет, хочу, чтобы вы мне делали дизайн по мотивам Александра Маквина. Я думаю, что такого, в принципе, просто не может случиться. Поэтому давайте мы просто попробуем сделать дизайны, которые, ну, как бы, реально, ну, можно сделать в жизни, да? То есть как бы это любому мастеру, у которого стоят клиенты, на потоке, да? Не сильно, не разглагольствую. И можно, в принципе, любой на любом цвете что-то такое подобное изобразить. Так, я пока вот это всё чуть-чуть подальше уберу, потому что камера хватает. Что-то мне сегодня чуть-чуть падает. Так. Так, ну что? Потихонечку поехали, да? Я уже сказала, например, что это у меня будет цвет. 462-й. Это коллекция гель-лаков. Она не выходила в коробочке. Эти цвета выходили отдельно прямо перед самым Новым Годом. И как раз-таки этот цвет прямо, ну, вот на ура. Так. Цвет. Рыженький, красивенький. А можно было взять какой-нибудь коралловый, а можно было взять какой-нибудь красненький. Тоже было бы замечательно. 462-й. Так. Ну и теперь мы незамедлительно, конечно же, берем... Сейчас, секунду. Ножницы я взяла. Так. Ну давайте вот такой, да, вариант. Вырежем просто уголочком. Смотрите, я просто вот так вот с краешку выхватила уголочек. Ну и, естественно, водичка. И сюда же мы добавим с вами пару бабочек обыкновенных с другого какого-нибудь слайдера. Их тут, благо, целая куча. Ну давайте рыженькую тему и продолжим. Да, давайте отсюда... Ой, прошу прощения. Отсюда пару бабочек украдем с этого слайдера. Паутина классная тема. Очень много раньше в свое время тоже рисовали дизайнов с бабочками. Рисовали от руки рисовали от руки паутину. А сейчас он, видите, такие классные, тоненькие и беленького цвета, и черненького. Красиво, Катя Мирошниченко. Мне очень нравится. Так, я лишнюю бумажку убираю. Так, вот они, да? Так, и нам нужна будет какая-нибудь надпись. Так, это бабочки. Фон есть, бабочки есть. И нужна будет какая-нибудь надпись. Ну давайте все-таки сориентируемся, да? Маквин. Так, 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 что у нас тут есть? Двойной бы какой-нибудь столбик. Ай, давайте вот это фэшн. Хотя... О, вот я вот тут нашла двойная какая-то. Сейчас я ее вырежу. Нравится двойная строчка. Прикольно получается. На самом деле можно все задействовать. Не обязательно ориентироваться на творчество господина Маквина. Светлая ему память. А вот просто как бы можно взять, да, и максимальное количество дизайнов задействовать. Так, ну что, поехали. Так, давайте, значит, перекреплять мы слайдер будем, конечно же, на слайдер-топ. Если слайдер-топа нету, то, девчат, можно, конечно же, взять базу. Правильно? Правильно. Так. Тоненьким слоем наносим слайдер-топ. В этих дизайнах, которые представили в лукбуке, в маленьком, то есть, как бы, уже много котовых вариантов фотографий. Значит, пока просушу. Слайдер-топ я, девчат, просушиваю 10-15 секунд, чтобы не пересох слайдер-топ, а тогда очень легко двигается по поверхности слайдер. То есть, если слайдер-топ пересушить, он потом так хорошо двигаться не будет. 10-15 секунд просушили. Если слайдер-топа нету, можно воспользоваться просто базой. Это не принципиально важно. Смотрите, вот так вот уголочек сверху. Что-то я сегодня так разволновалась рассказать вам про Александра Маквина, что забыла перчатку одеть. Ну, у меня коррекция недавно сделала. Мне так стыдно смотрится на экране. Так, то, что аккуратненько прикрепили, подсушили, и будем прикреплять дальше бабочек. Значит, смотрите, девчат, там, где у вас слайдер на слайдер заходит, мы все-таки рекомендуем взять и добавлять немножечко ультрабонда. Сильно много не надо, жирным слоем наливать не надо. Немножечко, капельку буквально. Чуть-чуть полусухой кисточки, потому что вот у меня, например, бабочка одна зайдет вот сюда на уголочек. Вот я чуть-чуть ультрабондик нанесу для того, чтобы было хорошее сцепление. Так, и прикрепляю одну бабочку. Кстати, можно работать с помощью подушечки для стемпинга, правильно же? ультрабонда. Вот так, одна бабуся. Опять же, следующая будет чуть-чуть за нее, на нее заходить, чуть-чуть ультрабонда, капельку-капельку. Много не надо. Опять подушечку для стемпинга. Видите, бабочку схватила, чтобы аккуратная работа была. И немножечко как бы наслаиваем одну бабочку, но вторую. Ну и еще мне нужно прикрепить надпись. Ну, по крайней мере, я так сама себе придумала. Ведь никто же не сказал, что так должно быть. Просто считаю, что так прикольнее получается. Так, вот сюда вот. На самый кончик. Ой! На самый кончик. Ну, лишнее, конечно же, уберем. Вот так. Так, пока все это дело мы подсушим, естественно. Естественно, подсушим. То, что лишнее, с помощью бафика нужно, конечно же, убрать с торца. Правильно же? Можно убрать, кстати, тем же ультрабондом и убрать, кстати, с торца слайдер, который там торчит. Ну, самый действенный, конечно, способ, да, самый такой, это, конечно, бафиком пройтись. Так, у слайдеров нету липкого слоя. Так, убираем лишнее здесь. Кстати, с кожи, вот если, например, там на валиках где-то лишнее. Ну, в нашем случае это можно взять nail prep, убрать жидкостью, да, nail prep, может запросто убрать все излишки пленки, что-то я отвлеклась и вот здесь, вот тут, вот тут, вот наверху. просто ультрабонд, он липкий слой оставляет после себя, а вот, например, nail prep, он, естественно, никакой липкости после себя не оставляет, вот, поэтому праймер или ультрабонд наносим, конечно же, сверху, повторных движений никаких не делаем и после этого закрываем топом. Хотите, закройте матовым топом, хотите, закройте глянцевым топом, не принципиально важно, абсолютно. Аккуратненько топиком все перекрываем. убрала из-под камеры, покрываю, потому что неудобно просто. Просушиваем. Так, давайте теперь пока сохнет другой какой-нибудь, да, вариант сделаем со стемпингом, задействуем стемпинг и какую-нибудь черепушечку. Предлагаю взять гель-лак, гель-лак из нового набора, помните, мы в прошлый раз делали наборчик новеньких гель-лаков, они тут все светленькие, поэтому очень удобно. Можно взять любой абсолютно светлый гель-лак. Ну давайте вот 480-й например возьмем. Видите, они все тут светлые, все пастельные, если кто-то пропустил, вышла новая коллекция вот таких вот выбеленных пастельных оттеночков, начиная с номера 476-го по 481-й. Вот такие вот пастельные, и вот они классно подойдут как раз таки под черепушечки с бабочками, да. Так, какое мы решили? Нам, в принципе, все равно, какой взять. Давайте бледно-голубенький возьмем, не беленький, а голубенький. Да, давайте. Я же не слышу, что вы говорите, правильно? Хотя я немножко, наверное, сейчас отвлекусь и прочитаю. Всем привет. Ага, все вот отсюда. Так, да, своеобразный стиль, согласна. Маквин гениален, вот здорово. Значит, Ирин, вы знакомы с его творчеством, своеобразный стиль, согласна. Паутину надо в стемпинг сделать. Кстати, да, Ирин, вот паутину надо сделать в стемпинг, да, на пластину, вот прям вот именно у нас есть на одной пластине как бы от Эми паутина, ну, такие нитки больше, да, там дырки и нитки, а вот да, паутину бы можно было бы, но это мы Екатерине Николаевне передадим по желанию. Так, точно, паутину в стемпинг, очень здорово, согласна. Ну, а пока мы будем пользоваться слайдерами, которые входят в набор декораций по мотивам коллекции одежды господина Маквина, да, Александр Маквин. Что-то я сейчас подумала, у нас же Хэллоуин, да, в октябре там был, мы что-то там рисовали какие-то скелеты, кстати, да, вот неплохо бы подошел. Даже если у вас, например, возьмете сейчас работу эти декорации, я думаю, что все равно вы все-все-все не используете, все-все-все черепушки не используете, и они как раз очень хорошо перейдут вот именно на октябрь этого года, и вы их, как бы, задействуете. Так, ну, давайте, возьму пластину для стемпинга с мелким-мелким, видите, вот таким вот шрифтом, как газетный, не газетный, журнальный, не журнальный, ну, какой-нибудь мелкий шрифт с надписями, да, это мы на задний план сейчас как отпечатаем. Так, давайте найдем какую-нибудь большую голову Йорика, ну, Йорика, черепушечку, Йорик, 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 какие у нас тут есть? Так, вот такие есть, уже даже готовые с бабочками есть, но мы сейчас соберем из бабочек такую соляночку. Так, вот такие есть. Кстати, ну, давайте возьмем отсюда. Так, режем голову. Режем. Давайте побольше возьмем. Да, давайте. Тут еще размер отличается. Есть для маленьких ноготочков, есть для больших ноготочков. Видите, поменьше, побольше, поменьше, побольше. Йорик, 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 Йорик. Вот так вот много разных вариантов. Так, черепушку на водичку. Все, положила. И давайте мы сразу ее прикрепим, а потом, например, отпечатаем. Или нет, сначала отпечатаем, потом прикрепим. Хорошо, давайте сначала отпечатаем. Так, мелкий шрифт. Вот он есть. Так, я взяла краску для стемпинга. Ну, это у нас 0,2. Ничего сверхъестественного. Так, так, чем убрать, чем убрать, сейчас, секунду, девчата. Так, нашла. Так, салфеточку надо намочить жидкостью для снятия гирлака, чтобы было удобно все это дело быстренько привести в соответствие. Так, ну что, черный гирлак, вот эту мелкую надпись беру, да, такая какая-то красивая, журнальная. Мелкая, мелкая журнальная. Прикольно. Мне, кстати, очень нравится, когда вот так, на заднем плане. Очень много таких вариантов делали зимнего варианта. лак, легкий накат, как будто вроде мимо шли, все, вот набрали и теперь отпечатываем. Так, это убираем. строчки у меня будут, постараюсь вот так, ровненько. Так, и вот сюда надо допечатать. Вот здесь. Вот здесь видно? Это будет на заднем плане, поэтому, в принципе, там не надо особо четкости, пусть так и будет. Так, ну что, будем потихонечку прикреплять череп и потом уже вокруг там эти самые. Что хочу сказать? Я когда делала, знаете, с чем столкнулась? С тем, что когда, ну, классно, когда на светлом фоне, светлая черепушка, но, знаете, что, получается, немножко сливается и вот нету четкости. Поэтому, знаете, я что бы сделала? Перед тем, как прикрепить череп, как бы задать ему немножечко тень. Сейчас я черепушку верну и покажу, что я имею в виду. Можно взять какую-нибудь кисточку мазковую там. Ноль мазок, тройка мазок. Ну, мне как всегда тут тройка мазок лежит под руками. Троечка мазок, троечка. На самом деле, любая удобная для вас кисточка. Я возьму капельку черного гель-лака и смешаю хоть с топом, хоть с теклосом, с матовым топом можно смешать. Вообще не принципиально важно. Просто сделаю цвет полупрозрачным. Так, черный гель-лак. Вот она. Ого. Налила, как будто собираюсь кому-то коррекцию сделать. Так, ну, давайте вот, давайте матовый топ, господи. Тут, в принципе, все равно. И сделаю просто такой вот полупрозрачный. Кстати, вот таким цветом, да, можно покрыть и сделать вот такие с жуками. Просто мы, наверное, уже не успеем сделать, но чтобы было понятно, каким цветом покрывали. То есть, я черный цвет смешала. Можно с базой, можно с топом смешать, можно с матовым. Кстати, я заметила, что если с матовым топом смешивать черный гель-лак, то меньше полосит. Полосит все равно будет, но меньше. Так, я теперь возьму и вот сюда вот под черепушку, то есть она где-то будет у меня вот здесь. И я просто возьму и заранее задам тень. Хотя на самом деле можно было это сделать и после того, как. Не принципиально. растушевываем. Мы потом посмотрим, может быть, мы потом прикрепим и еще добавим. Добавила немножечко тени под будущую черепушечку. Так, просушиваем. Прикреплять слайдер мы, конечно же, будем на слайдер топ. Если слайдер топа нету, то это тогда будет база. Это не принципиально важно. У меня есть слайдер топ, естественно, да? Слайдер топ. Тонким, тонким, тонким слоем. Просушиваем 10-15 секундочек и начинаем сразу же судорожно искать, что мы будем прикреплять кроме черепушки, да? То есть это у нас будут, конечно же, бабочки, да? Как говорил господин Маквин, что он показывает своими коллекциями, что мир бывает разным и красота может скрываться даже в чем-то отталкивающемся. Отталкивающем, да? Вот так вот. Значит, то, что нас отталкивает, да, мы пытаемся украсить, чтобы нас все-таки наш взгляд притянуло. Вот, поэтому добавляем бабочек. Так, ну что, каких бабочек добавим? Как бы вам хотелось? Ну, во-первых, конечно же, нужны вот эти маленькие. Они будут прикольно заканчивать картинку либо снизу, либо сверху. Это понятно. Так, сейчас, девчат, будет нарезать целую-целую кучу. Так, сейчас, секундочку. Это я тут занималась кружок у милой ручки. Так, ну давайте одну бабочку отсеку. Не всеку, а отсеку, да? Правильно сказала? Так, вот мелкие есть, видите, вот лежат. Ну и давайте пару крупных. Какую сделаем? У меня, в принципе, с голубой есть, с красной есть. Не знаю, с желтым я тоже сделала. Видите, вот на зелененьком фоне прикольно смотрится. Так, ну что, с какой сделаем? Не знаю даже. С красненькой, чтобы не потерялась. Или нам без разницы. Да нам, в принципе, без разницы. Пусть будет голубая. Так, давайте возьмем желтенькую в пятнышках. Даже если не равняться на господина Маквина, вот, то эти бабочки, девчат, конечно же, пойдут все в ход абсолютно. То есть запросто вы сможете соединять, да, разные варианты. Так, ну давайте вот синенькую. Френч нарисовали, бабочку приклеили, уже красиво. А часто бывает, френч нарисовали, и уже красиво. Так. Все, нарезала целую кучу всяких разных вариантов. Так, начинаем быстренько прикреплять. А то я вас уже запарила. Я вас уже замучила, и начинаю сразу комплексовать, когда кого-то мучаю. Так, вот череп у меня есть. Так. Видите, вот тень вокруг. Можно чуть-чуть еще. Оттенеть чуть-чуть. Вот на темном фоне, ну, конечно, будет хорошо видно. А вот на светлом фоне, чтобы выделить немножечко тени, капельку, и бабочки будут более выразительные. Я сначала сделала, не стала вот этого ничего делать, и немножко потерялась. Так, вот видите, так вот поярче получается. Череп видно. Тут сейчас позакроется, конечно, бабочками, но тем не менее, контур будет четким. Так, просушим. И пошли добавлять бабочек. Всяких разных. Так, наверное, надо будет взять пинцет, потому что мелкие. Так. Ну, давайте. Прекрасное рядом с ужасным. Кстати, ну, вот сразу у меня тут вот немножко на лоб пришелся. Надо бы немножко ультрабонд, конечно, бы нанести. Сейчас мы нанесем на черепушечку немножко ультрабонда, чтобы они хорошо прикреплялись. Витражи спрашивают точно по ультрам. Я надеюсь, что у нас менеджеры слушают сейчас, девчонки нам подскажут. Я думаю, что нет. Витражные гель-лаки, они раньше были в пузыречках, теперь они выпускаются в баночках. Названия сохранены. Теперь они в баночках, потому что в пузыречках оставалось очень много на дне материала. Это очень густой материал, довольно-таки. Вот, поэтому как бы перевели все это дело из пузыречков в баночки. Поэтому надо смотреть теперь в баночки. Но состав не поменялся. Цвета не поменялись, названия не поменялись. Поэтому надо теперь смотреть именно в баночках. Про баночки. Нет, я думаю, что нет. Но я говорю, может быть, что-то изменилось за последнее, не знаю, время. Но у менеджера, я думаю, что вам ответят на ваш комментарий, на ваш вопрос должны ответить, конечно же. Так, а мы продолжаем добавлять. Так, давайте следующую бабочку. Чувствую себя орнитологом. Орнитологи занимаются? Или нет? Нет, не орнитологи. Кто занимается этими бабочками? Кто там ездит на Суматру бабочек ловить? Так, 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 с черепушечки немножко надо убрать. Так, интересно, в каком-то цвете получилось такой желтый, видите, бледно-голубой фон. Так, синие-желтые бабуси летают. Отлично. Конечно же, все мы это дело подсушим. Можно опять же найти какую-нибудь незамысловатую надпись, тем более, благо, их тут целая куча всяких разных вариантов. Так, ну давайте. Так, надписи уже мы сто раз говорили, очень хорошо осовременивают дизайны. Поэтому. Так. Подсушили. Так, ну еще один ультрабонд, да, возьму ультрабонд. Вот здесь вот внизу немножечко. Ультрабонд высыхает на воздухе в течение одной минутки. И прикрепляем еще вот сюда одну надпись. Я понимаю, что много всего. Я абсолютно четко отдаю себе отчет, но картинка в общем и целом получается очень даже прикольная. Вот, Ирин, вы видите, да, нам ответили. Спасибо огромное, спасибо, девчата, кто нас услышал и нам ответил на вопрос. Вот, Ирина витражной краски в наличии на сайте и сайт скинули, да, рабочую ссылочку. Спасибо огромное. Так что все есть хорошо. А то я, знаете, уже так немножко напряглась, думаю, боже мой, живу здесь, работаю здесь и ничего не знаю. Нет, значит, все есть. Так, ну что, поехали, да. Значит, ультрабондом мы все уже покрыли, девчат, остается только, конечно, покрытие сделать верхнее. Ну давайте мы сработаем с вами с матовым топом. Как вы на это смотрите? Сейчас будет матовое покрытие. Так. А бабочки потом можно взять и просто выделить глянцевым топом. Не принципиально, да, то есть как бы не надо искать никаких специальных гелей, которыми можно было бы поставить сверху, да. Можно просто вот на матовый топ мы сейчас аккуратно бабочек прокроем, ну вот этих особенно, которые крупные, прокроем глянцевым топом. Прям возьму ультрашайну сверху матового топа, бабочки как будто бы закрашу глянцевым топом. Так, все. Перекрыли матовым топом. Так. И возьмем капельку ультрашайна. ультрашайна. Стекляшечку. Капельку. И теперь, например, той же кисточкой, господи, идеальный мазочек номер 0, идеальный мазочек номер 2, тройка мазок. Абсолютно любой удобной для вас кисточкой. Так. Возьму и глянцевым топом вот покрою просто бабочку. Синенькую бабочку. А можно было бы красненькую или желтенькую, не принципиально важно. Я даже без объема, без никакого, то есть не не выпендриваясь, просто глянцевый топ. Давайте еще желтенькую тоже сделаем глянцевой. Прикольно будет. Они немножко выделятся на поверхности. Просушиваем. То есть получается весь фон матовый, а бабочки получаются глянцевые. Ну, такой прием показывала Екатерина Николаевна, Мирошниленко, если честно, мне очень понравилось. Так. Ну, а пока мы с вами просушиваем. Просушиваем. Я прикреплю сюда типсик вот оранжевенький. Ну, в принципе, понятно, как он сделан. Тут ничего сложного абсолютно. Только слайдеры, да? Ничего не рисуем, только слайдеры. Так. И просушится сейчас второй. Еще один вариант. И как раз-таки прикрепим. Так. Ну, а по поводу черного, например, черного, да, с жуками. Тут как раз-таки вот этот очень простой вариант. Вот они, жуки. Тоже отсюда же из этого набора. Видите, вот эти вот такие вот попки такие идут, как вот камушки разноцветные. Так. Вот нас тут Светлана поддержала. Очень здорово получается. Люблю, когда много всего, много, но гармонично. Спасибо, Наталья. На самом деле, это не мне спасибо, это спасибо Екатерине Николаевне, что она придумывает вот такие все. Я вот просто, понимаете, вот я когда, я восхищаюсь, например, творчеством Кати, я очень много лет работаю рядом с ней. И вот, вот она говорит, блин, там, Маквин, это так круто. Я на нее смотрю и думаю, сейчас я кивну. Она начнет со мной в поле, допустим, что-то там мне спрашивать, а я понятия не имею, кто это, понимаете. Вот. И поэтому я на это смотрю просто как обыватель, как обыкновенный мастер. То есть, что бы я могла сделать вот с такими вот вариантами дизайна. Вот. Поэтому как бы классные, очень много их, разнообразие очень классное. И цветы, и бабочки, это все пойдет. Это все здорово, это вообще, ну, классно, блин. Классно смотрится на светлый фон черную паутину, на, господи, простите, на черный фон белую паутину, на белую паутину на черный фон. То есть, как бы очень прикольно смотрится все это дело. Так, давайте мы его сюда. Просто у нас уже такой есть один. Опс. Вот. И по поводу вот этих вот жучков, таких паучков. Понятно, что на каждый палец этого делать абсолютно не стоит, ни к чему вообще. вот. Но на один палец почему бы и не сделать, правильно же? На один палец запросто можно. Вот. Поэтому полупрозрачный черный цвет, если кто-то не знает, как сделать, это все очень просто. Давайте мы сейчас один. Просто, я не буду даже жуков много прикреплять. Просто, чтобы было понятно. Вот. Вы можете взять черный гирлак, смешать с топом, с базой. Я вот, например, с матовым топом, вот вам показала. И получается полупрозрачный цвет. Можно полностью навнести на весь ноготочек. Можно чуть светлее, чуть темнее, уже кому как больше нравится. Просто хотелось бы, чтобы все-таки видно было. Даже если полупрозрачное, оно все равно. Так. И даже если ляжет неровно, это вроде как материал, знаете, как бы вот так. Видно? Просушиваем. Так. И черным гирлаком мы какую-нибудь часть закрываем. Я вот делала вот так, вот посерединке, видите, вот так полоску нарисовала. Или просто вверху. Ремешочек прикрепила. Ну а дальше жуки по той же схеме, да, на слайдер топ. Все сверху перекрываем и с жуков лишнее убираем. То есть как бы излишки топа убираем с жучков и получаются вот такие вот замечательные цветные попки, как камушки. Так, полупрозрачный фон сделали, а здесь получается добавили черный гирлак. Сейчас, секунду, из-под камеры. Ушла на секунду, вижу, что ушла, потому что очень неудобно. Сейчас. Половинку видно, девчат? Вот так верхнюю часть закрыли. Потом по краешку прикрепили на топ безлипкого слоя ремешок. А ремешок, я думаю, тоже у многих есть всякие там вот шармикончики в виде ремешочков, цепочечек и так далее, да. Ну а на нижнюю часть ноготочка прикрепляем уже потом жуков. Видно? Вот так получается. Ну, в принципе, я думаю, что понятны тут варианты и эти-то понятны варианты. Просто как идеи подать, потому что компания ими выпустив новые декорации, новые материалы и так далее, старается вам показать, что из этого можно сделать. Да, не просто купила, чтобы валялось, а чтобы это потом еще и применить. Правильно? Правильно. Девчат, ну что, надеюсь, мы вам были полезны, надеюсь, что кому-то это все пригодится. Вот. Может быть, скрин, скриншот, может быть, еще вот так вот сделать, чтобы было понятно, потому что черный цвет. Ай, нет, все, уже не сделаю, потому что я черный гириллак не просушила. Хотела рядом типсик просто поставить с черным, чтобы было понятно, что это полупрозрачный черный. Смазала гириллак. полупрозрачный черный плюс декорации. Видно, девчат, вот так. Ну что, всем хорошего настроения, всем удачи. Надеюсь, я вас не сильно загрузила, вашу голову. Вот. Но, как бы, хотелось бы, чтобы, конечно же, не лежали декорации, чтобы деньги, которые были потрачены на материал какой-то, да, был использован по полной программе. Поэтому творите, не бойтесь. Может быть, вы какие-то идеи еще подскажете нам, где-нибудь нам скинете. Вот. Ну, а всех, что у нас? А, вчера был, да, день Святого Валентина. Значит, всех тогда с наступающим 23 февраля, да, и уже не за горами, скоро весна. Значит, скоро много весенних, теплых дизайнов. Всем удачи, девчат, всем хорошего настроения, всем побольше денежных клиентов. Удачи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!